Соединенные Штаты очень сильно склоняются вперед. Когда вы думаете о сдвигах в политике обо всем этом, представьте себе гигантский корабль-контейнеровоз. Чтобы сдвинуть его с места, вы знаете, из-за большого веса, вы должны направить его в нужном направлении, а затем медленно набирать обороты. И как только он начнет двигаться по воде, вы не сможете быстро развернуть эту штуку. Я имею в виду, ты же знаешь, что вносить серьезные изменения нелегко. Ты знаешь, что тебе нужно сдвинуть эту массу с места, и ты можешь двигаться постепенно, но вообще говоря, ты будешь двигаться в том же направлении. Так что как только вы соберете вместе внешнюю политику или политику национальной безопасности и начнете двигаться, появится масса, появится политическая масса, появится экономическая масса. Ты знаешь, что есть внутренняя политика, есть дипломатия, экономика, все это движется в одном направлении. Все работает вместе. И вот что Соединенные Штаты делали в течение нескольких лет, так это убеждали Францию и Германию пойти в этом направлении и двигали их в этом направлении. И мы наконец добились этого. Я имею в виду, посмотри, немцы не хотели посылать танки Леопард. Они не хотели посылать технику Мученик. Теперь они это сделали. Они не хотели, чтобы французы посылали артиллерию Цезарь. Они это сделали. Мы в период с 2022 по 2023 год привели Европу в этом направлении с помощью контрнаступления, и они удвоили свои усилия. Они подбросили больше угля в топку, и все пошло как по маслу. Это то направление, в котором они движутся. Победа Украины, потому что Америка там лидирует. Тем временем Америка сидит там и говорит, что контрнаступление не работает. Теперь они выиграли F-16. Святая корова, мы движемся в направлении, где ты знаешь, что мы не выиграем. Это будет ужасно. И поэтому мы начали отступать и замедлять наш темп. А потом мы начинаем двигаться. Тем временем этим занимаются Франция и Германия. И то, что произошло прямо сейчас, это то, что у нас есть ситуация, когда французы и немцы сильно продвинулись вперед. Также и британцы, потому что мы сказали им, чтобы они сильно продвинулись вперед. Они что-то делают. Французы и британцы предоставили британцам ракету «Штормовая тень», а французам ракету «Скальп». Это крылатые ракеты воздушного базирования. Они работали над тем, чтобы получить четверки Су-20, которые являются истребителями-бомбардировщиками советской эпохи. Они модифицировали их так, чтобы вы могли не только установить ракету, но и чтобы авионика внутри была связана с электроникой для получения пакета разведывательных данных, который поступает примерно о том, где находится противовоздушная оборона противника, где находятся их радары. И все это превращается в профиль полета ракеты, чтобы она могла войти и поразить цель. И этот профиль полета обновляется после того, как самолет взлетит. Он поднимется и получит окончательное обновление. Вот почему у нас есть разведывательные средства, летающие повсюду, а затем они запускают и выполняют технический план. Люди, планирующие этот план атаки и выполняющие всю электронику, не являются украинцами. Они британцы или французы, и многие из них находятся на земле, загружая предварительные материалы, чтобы все работало. Все, что делают украинцы, это летают и нажимают несколько кнопок, но все остальное делается французами и британцами. Почему? Они продвигаются вперед. Это их вклад. Они продвигаются вперед, и эти ракеты поражают цели в Крыму, в дополнение к целям в российском тылу. На немцев сейчас оказывается давление, чтобы они предоставили ракету Торос. Предположительно, у него больше возможностей и больший радиус действия, чем у скальпа или штормовой тени. Но немцы сталкиваются с проблемой, потому что, как вы узнаете, прослушав эту запись, Су-24 не может этого сделать. Его пришлось бы значительно модифицировать. А затем немцам пришлось бы отправить своих людей на землю, чтобы они делали то же самое, что британцы и французы делают на земле, выступая в качестве посредника. Чтобы получить все данные, загруженные и запущенные, вам понадобится немецкая команда на земле. И, как ты знаешь, там не должно быть немецких войск на земле. Так что они не хотят, чтобы немецкие войска были на земле. А затем немцам пришлось бы активно участвовать в целеуказании. И они говорят о целеуказании, ты же знаешь, что это не украинцы говорят о разрушении Крымского моста. Это немцы, осуществляющие целеуказания в отношении критически важного объекта российской инфраструктуры. Сейчас здесь есть пара моментов. Некоторые люди говорят, что не так со Скоттом, ты же знаешь, что русские бомбят критически важную украинскую инфраструктуру. Я имею в виду, что это честная игра, не так ли? Если бы это был чисто российско-украинский конфликт, я думаю, можно было бы сказать, что это справедливо. Но это не так. Я не думаю, что люди помнят или понимают, что происходит в НАТО. Например, если танк «Леопард» выходит из строя, он вывозится из Украины в Польшу и отправляется, вероятно, в Литву, где находится предприятие по переоборудованию леопардов, где они ремонтируют танк «Леопард», чтобы вернуть его в строй. В обычной войне это место было бы разбомблено. Его больше не существовало бы, потому что эта часть, это участник конфликта. В Польше есть разведывательные центры, где аналитики собираются вместе, или в Рамштайне они делают то же самое. Логистика поступает в Германию на польские склады. В военное время ничего из этого не могло бы существовать. Россия нанесла бы по этому удар. Украина получает от этого огромную выгоду, но при этом вся Европа становится этой безопасной гаванью, где их логистика, где они могут тренироваться, где они могут строить вооружение, где могут создаваться запасы и весь этот материал, а затем фильтроваться в Украину. Но Россия не может напасть на это. Так что идея состоит в том, чтобы сказать, нет, это хорошая идея, позволить Украине атаковать Керченский мост. Это плохая идея, позволить Украине атаковать Керченский мост, потому что то, что вы поощряете, это война. А война означает, что Россия будет атаковать все эти объекты в НАТО, и тогда у нас будет еще большая проблема. Так что я не думаю, что люди понимают, насколько сильно Россия ведет эту войну со связанными за спиной руками. Потому что она не может делать то, что обычно делала бы, чтобы нарушить поток логистики и боевой поддержки, поступающей из НАТО из этой безопасной гавани в Украину. Так что у нас есть это. Но тогда это немцы планируют это. Это активная агрессия. Германия не находится в состоянии войны с Россией. Они не находятся. Я имею в виду, что они являются участниками конфликта, очевидно, но они не находятся в состоянии войны. Так что то, что Германия делает прямо сейчас, и это не я и люди, Скотт, ты просто бросаешь слова на ветер. Я не знаю. Саксония — это немецкое государство, и правительство Саксонии инициировало обвинение по статье 13, которая, по сути, является Конституцией Германии, которая запрещает людям участвовать в агрессивных войнах. Ну, а почему агрессивные войны — это такая чувствительная тема? Я не знаю. Может быть, потому что нацисты, а они, кстати, были немцами, во время Второй мировой войны развязали агрессивную войну против Европы и Советского Союза. 27 миллионов советских граждан были убиты. И когда война закончилась, я думаю, что это был судья Джексон, американский юрист Верховного суда, который был обвинителем в Нюрнберге. Они сказали, что самое большое преступление, самое большое военное преступление из всех — это агрессивная война, потому что с этого начинаются все остальные преступления. А немецких политиков, дипломатов и солдат повесили за шею до смерти за совершение преступления в виде агрессивной войны. Так что немцы справедливо заявили в то время, что мы никогда больше не хотим оказаться в такой ситуации. Но вот они, четыре немецких офицера, планирующие агрессивную войну против России, с которой они не воюют. А теперь представьте, что вы встречаете русских, получаете эту запись и слушаете ее. Теперь русские, я думаю, что ничто не застало их врасплох. Во-первых, я не думаю, что это была российская разведка. Я скажу тебе почему. Раньше я занимался разведывательным бизнесом. И если бы я смог успешно подключиться к линиям связи четырех немецких офицеров ВВС, которые выдавали себя с головой. Они выдали все в этом разговоре. Последнее, что я хотел бы сделать, это поставить это под угрозу. Я хотел бы сказать, что хочу делать это снова и снова и снова и снова до тех пор, пока теперь, когда я знаю, как туда попасть, я хочу повторить это. Другая проблема заключается в том, что когда вы делаете что-то подобное, вы не оставляете никаких признаков того, что знаете ли, Киллрей был здесь. Знаете ли, старая штука времен Второй мировой войны, знаете ли, очевидно, что это была веб-система или что-то в этом роде, знаете ли. Да, это была очень простая веб-система. Да? Да. Но, по-видимому, в дополнение к четырем немцам, кто-то еще вошел в систему и тусовался там, и было очевидно, что здесь тусуется кто-то, кому здесь не место. Так не работают спецслужбы. Вы не оставляете никаких улик. Если ты там, то ты там, и никто об этом не знает, чтобы они могли говорить свободно. Это просто показывает вам низкий уровень безопасности связи. Пароль 1234, крутой пароль, ребята. Вы знаете, даже я мог бы взломать его, вы знаете, так что это произошло. Я думаю, что в основном это сделали не российские спецслужбы. Это был какой-то хакер, связанный с разведкой, или знаете ли, потому что в России, как мы знаем, за пределами Москвы в различных университетах, есть группы гражданских хакеров, которых Путин называет русскими патриотами. И за ними присматривают ребята из разведки, которые интересуются, каких успехов они добились, что они сделали. Но это не российская разведка, потому что у российской разведки есть свои собственные инструменты, свое собственное ремесло, и они не собираются его компрометировать. Они не собираются сообщать об этом гражданским хакерам. Гражданские хакеры идут и делают свое дело, и я думаю, что в основном кто-то сидел там, слонялся без дела и все такое прочее, и говорил, давай посмотрим, я в деле. Они позволяют мне остаться. Они разговаривают. Запись. Святая корова. Посмотри, о чем они говорят. И как я понял из того, что сказала Маргарита Семеньон, главный редактор RT, получившая это и опубликовавшая это, там есть еще кое-что. Так что я думаю, что немцы, и по их словам, включая Шульца, в этой веб-конференции, к которой хакерская группа получила доступ и к которой у нее есть доступ, ведутся разговоры. Российская разведка никогда бы не предоставила Маргарите Семеньон строго засекреченную разведывательную информацию, потому что вы сожгли источник. Если бы это была российская разведка, мы бы ничего об этом не знали. Русские скрытны. Это не так, как в Соединенных Штатах, где есть традиция утечки разведывательной информации политиками. Я имею в виду, что вам не обязательно иметь допуск к секретной информации, дамы и господа, просто читайте газеты в Вашингтоне, когда что-то происходит. И у вас может быть допуск к совершенно секретной научной информации, потому что вы получаете доступ к совершенно секретной научной информации, потому что именно так работает Америка. Если вы помните ту утечку, когда глупый ребенок выложил все это в интернет, он выложил это в Майнкрафт или что-то в этом роде. Он просто признал себя виновным в преступлении, совершенном парнем из Национальной гвардии Массачусетса. Дамы и господа, вы читали это? У вас на мгновение, на короткий блестящий момент, были самые высокие допуски к секретной информации в стране, потому что вы читали совершенно секретный материал, закодированный словами. И угадай что? Это не так уж и хорошо. И во многих случаях это неправильно, потому что это анализ, основанный на разведанных, которые были собраны с использованием совершенно секретных ресурсов с кодовыми словами. Это не обязательно та информация, которая засекречена, это то, как мы собрали эту информацию. Итак, если я аналитик и собираю кусочки информации, а затем объединяю их в продукт, и этот продукт оказывается дерьмовым, это означает, что я все понял неправильно. Я не угадал. Но там есть факты. Он по-прежнему будет классифицирован как совершенно секретный код. Итак, если вы совершите ошибку, подумав, о, раз это совершенно секретный код, значит это должно быть хорошо, это должно быть точно. На самом деле это не так. Много раз это просто чистая, неподдельная чушь. Как и большая часть того, что выпустил этот ребенок. Но русские не играют в эту игру. Вы не видите, чтобы русские сливали совершенно секретную информацию. Русские, как вы знаете, я думаю, довольно плохи в информационной войне с точки зрения использования утечки информации для изменения общественного мнения. Однако утечка информации Маргариты Симоньян является отклонением от этого. Это гениально. Но я думаю это потому, что им посчастливилось получить доступ к источнику информации, который не защищен секретными классификациями настоящей российской разведывательной службы. И вместо этого они сделали так, что публикуя это, вы ничего не компрометируете. И это ставит немцев в неловкое положение. Но вы знаете, что то, что сделали немцы, было военным актом. Вот еще одна важная вещь о том, что сделали немцы. Германия должна быть демократией, и гражданские военные отношения это своего рода то, что определяет демократию. Вы, ребята, знаете эту концепцию. Президент это гражданское лицо. Он главнокомандующий. И если он приказывает генералу что-то сделать, генерал это делает. Генерал не может сказать нет, если только это не незаконный приказ. Генерал должен подчиняться приказам. И политика определяется президентом, а не генералами. Генералы дают советы по этому поводу. НАТО, когда они, когда мы говорим о расширении НАТО, вы знаете, одна из ключевых вещей, которую нужно было внедрить в этих странах бывшего коммунистического блока. Это идея гражданского контроля над вооруженными силами, абсолютного гражданского контроля над вооруженными силами. Германия, когда она объединилась, должна была пройти переподготовку в этом направлении, и, как предполагается, они узнали, что это было именно так. Но здесь у нас есть ситуация, когда канцлер, который является высшим гражданским должностным лицом Германии, заявил, что он не поддерживает отправку ракет Таурус в Украину. И германский парламент, своего рода высшее выражение законодательной власти в Германии, не один, а два раза подавляющим большинством голосов, проголосовал против отправки ракет Таурус в Украину. Так что гражданское руководство выступило с заявлением. Исполнительная и законодательная ветви власти. Нет никаких разногласий во мнениях, никаких Таурусов в Украину. Так почему у вас есть немецкие офицеры, которые ясно заявляют, что они действуют сведомо министра обороны, планируя нападение на Крымский мост с использованием ракеты Таурус. Зная, что им придется разместить ее там, и разместить там секретных людей, и все такое прочее. Теперь вы слышите, как они говорят, ну, этого не произойдет. Это нереально, это будет сложно. Но почему они вообще этим занимаются? Одно дело, когда они говорят, ну, это план на случай непредвиденных обстоятельств, на тот случай, если они скажут, как мы можем доставить эти ракеты в Украину. Но они не говорили о том, как мы можем доставить эти ракеты в Украину. Они говорят о том, как мы можем использовать эти ракеты для нападения на Россию. Это дело Украины, а не Германии. Германия не имеет никакого отношения к планированию нападения на российскую инфраструктуру. Это акт агрессии. Это агрессивная война. И то, что мы наблюдаем здесь, это крах гражданских военных институтов, гражданского военного контроля в Германии. И это очень проблематично. И мы видим, что нечто подобное происходит и во Франции, я полагаю. Я думаю, что и Макрон тоже увидел этот корабль, ты знаешь, он двинулся в этом направлении, и он привержен этому, и привержен концепции победы Украины над Россией. И он оглядывается вокруг, а этого не происходит. Так что он, по сути, говорит Европе, что вам нужно собраться с духом. Извините, что говорю об этом. Вы должны взять себя в руки и что-то сделать. Вы трусы, если не хотите отправлять свои войска на Украину. Он говорит о размещении не войск НАТО, а войск из стран НАТО, которые заключают собственные односторонние соглашения о безопасности с Украиной. Чтобы отправить туда войска для замены украинских войск, которые в настоящее время не находятся на линии фронта, может быть, охраняют белорусскую границу. Может быть, окопались вокруг Киева, чтобы освободить их для отправки на передовую, потому что у Украины сейчас чрезвычайная нехватка живой силы. Я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что у нас не хватает 700 человек. Куда они делись? Я не знаю. Они все мертвы. Но у них не хватает 700 человек, и у них есть только 200-300 человек, доступных для фронта, не так ли? И этого недостаточно. И они теряют людей тысячами в день прямо сейчас. И у них нет ничего, что могло бы сдержать русских. Так что им нужна живая сила прямо сейчас. И так как Макрон перевел свой корабль на корабль государств, движущихся в этом направлении, весь этот импульс, Макрон не хочет нажимать на тормоза или разворачиваться. Потому что это выставит Францию в плохом свете. И так Макрон говорит, что для того, чтобы сохранить этот импульс, мы должны сделать что-то, что сохранит жизнеспособность Украины. Украине нужна рабочая сила. Это их насущная проблема номер один прямо сейчас. Рабочая сила превыше всего остального. И самый простой способ получить рабочую силу, это по сути ввести иностранные войска не для ведения боевых действий на передовой, а для поддержки в тылу. Чтобы освободить украинские войска, которые затем могут отправиться на передовую. Ирония заключается в том, что все, что вы получите из этого, это 60 тысяч военнослужащих. Вы не получите больше, чем это. Но это лучше, чем ничего, и это дает время, чтобы, знаете ли, может быть Украина сможет придумать волшебную мобилизационную схему, которую они не могут сделать. Но Макрон полон решимости сделать это. Так что французский корабль движется, германский корабль движется, американский корабль остановился. И теперь Америка в буквальном смысле находится в ситуации, когда наша национальная безопасность была захвачена Францией и Германией. Потому что они делают то, что если это будет реализовано, втянет нас в войну, в которой мы не хотим сражаться. И еще одна вещь об этом заключается в том, что американский народ понимает, что у нас действительно есть нечто, называемое Конституцией. Конгресс — это единственный орган, способный объявить войну. Прямо сейчас мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы собираемся вступить в войну. Франция продолжает делать то, что она делает, а Германия продолжает делать то, что она делает. Мы собираемся вступить в войну, но это война, которая не обсуждалась Конгрессом. Проголосовал ли Конгресс по этому поводу, чтобы объявить войну? Президент Соединенных Штатов, конечно же, может вести американские войска в соответствии с законом о военных полномочиях. Но только в ситуации, когда на нас напали, и это насущная проблема, а у него нет времени уведомить Конгресс. Но, как сказал президент, именно этого мы и хотим. Мы хотим поддержать это. Нет, президент говорит прямо противоположное. Мы не хотим войны. Мы не хотим, чтобы там были американские войска. Но мы, американский народ, не осведомлены об этом. И однажды мы проснемся, думая, что все в порядке, потому что не может быть войны с Россией. Потому что Конгресс не объявил войну, а президент не говорит воинственно. На самом деле он только что уволил Викторию Ньюленд. Так что совершенно ясно, что мы не собираемся воевать с Россией. Мы вступим в войну с Россией, если Франция и Германия продолжат двигаться в этом направлении, потому что это неизбежно. И это означает, что мы позволили иностранным организациям захватить процессы в Конгрессе, конституционные процессы. Это очень опасная ситуация для Америки, для американцев, для всего мира, если честно. Но я не думаю, что большинство американцев понимают, насколько все плохо. Вам следует позвонить своим представителям, своим сенаторам и потребовать проведения слушаний о потенциальной войне с Россией. И это то, чего мы хотим? Мы хотим войны с Россией, потому что именно это мы и получаем. И если мы не хотим войны с Россией, что мы делаем, чтобы дистанцироваться от действий Франции и Германии? Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы позвонил Эммануэлю Макрону и сказал, что мы не поддержим вас. Если вы ведете туда войска, мы публично дистанцируемся от вас и скажем русским, что статья 5 о защите распространяется не только на французские войска на территории Украины, но и на Францию. Это означает, что если вы примете это решение, это будет означать, что Франция сейчас находится в состоянии войны с Россией, и вы сами по себе. Вы не получите никакой защиты по статье 5. В любом случае, они нам не нравятся. Германия, то же самое. Извините, Германия, но если вы разместите там ракету Таурус и атакуете Крымский мост, вы окажетесь в состоянии войны с Россией. Мы нет, и вы не получите защиту по статье 5. Мы не приедем к вам на помощь, и у России есть разрешение на то, чтобы уничтожить вас. Нам нужно сделать что-то подобное, чтобы поставить эти две страны в известность, а на самом деле, чтобы поставить в известность всю НАТО о том, что войны с Россией не будет. Единственный способ, которым может начаться война с Россией, это если Россия нападет на НАТО, и мы должны сделать это совершенно ясно. Вы знаете, поэтому нам нужно, чтобы министр обороны Остин перестал говорить, что если мы не победим в Украине, то будет война с Россией. Да? Ну, этого не произойдет, если только Россия не нападет на НАТО, чего Россия делать не собирается. Так что то, что Остин должен сказать, это то, что нам нужно положить конец этому украинскому конфликту, чтобы не было никакого риска того, что Россия нападет на НАТО. Но Россия не собирается нападать на НАТО. Это искусственная вещь. Но если мы продолжим так наклоняться вперед. Помните, мы пытаемся сделать так, чтобы НАТО создало импульс внутренней политической, дипломатической, экономической и национальной безопасности. Это очень трудно повернуть вспять. Нам нужно остановить эти гигантские контейнеровозы. А затем нам нужно медленно развернуть их и отойти подальше от зоны боевых действий.